я не люблю джипы вернее вот эти вот кроссоверы которые ездят нас по городу в любом городе россии всей страны всего мира они захватили весь этот рынок и предлагают людям какой-то вроде бы комфорт вроде бы вместимости вроде бы даже проходимость но по вместимости любой большой универсал уделает этот кроссовер а тем более фургон любой седану дело это кроссовер по комфортности по красоте любое купе красивее чем любой кроссовер ну и по внедорожью естественно любой внедорожник настоящий гораздо проходимее чем кроссовер да он позволяет что-то большее чем просто автомобиль но однако же вот эта вот совокупность качеств она очень странная мы же например в людях ценим какие-то профессиональные качества какие-то индивидуальные профессиональные качества и например когда мы нанимаем на работу бухгалтера мы ценим его за то что он может свести 9 с кредитом они хорошо поет или хорошо выглядит нам нужен именно его профессиональные качества именно поэтому я не люблю джипы вот эти кроссоверы которые как будто бы могут все однако оффроуд фестиваль это гнездо вот этого всего джипер ства а зачем же мы едем туда поехали вместе расскажу что такое фроуд фестиваль это мероприятие которое направлено на встречу любителей бездорожья направлено на то чтобы водители владельцы джипов кроссоверов да всех 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 приехали в какое-то определенное место там потусили оторвались и показали всем что такое оффроуд как с ним жить и вообще как его едят оффроуд фестиваль проводится уже в тринадцатый раз и собирает постоянно собирает большое количество людей как участников так и зрителей последние годы да вот у нас было очень мало мероприятий из-за ковида из-за каких-то там еще кризисов люди мало куда выходили и любой вот такой вот клич что ребят приходите к нам у нас интересно это будет для них просто красной тряпкой придут все придут везде главное чтобы было это массовое мероприятие так вот оффроуд фест обходился практически без рекламы только с сарафанным радио между своими оффроудными специальными такими-то изданиями пабликами в соцсетях и не более того просто кто-то кому-то сказал что там когда-то что-то будет типа оффроудов фестиваля и пришло огромное количество зрителей просто потрясающее большое количество людей которые захотели посмотреть на эти самые джипы а посмотреть было на что и вот там вот не вот эти вот кроссоверы которые как будто бы могут все а те самые джипы вот эти джипы и я люблю потрясающие классные машины которые созданы для того чтобы раздвигать пространство которые созданы для того чтобы ездить там где не ступала нога человека которые довезут вас в очень далекие места покажут эти дикие красивые места где можно будет отдохнуть именно поэтому наверное у нас все-таки любят джипы внедорожье все вот это вот такое на оффроуд фестивале большое количество людей приезжает не только потому что они связаны какой-то одной идеи вот этой вот бездорожья и кроссовер ну или там джипами они приезжают туда с семьей для того чтобы отдохнуть в палатках в лесу на берегу реки можно покупаться пособирать там грибы какие-нибудь ягоды если они там есть конечно потусить с теми людьми которые близки тебе по духу во вторых это популярно потому что у нас достаточно широко развита охота рыбалку вот это гриболовство если хотите поэтому оттуда нужно ездить ездить достаточно далеко и чем дальше глубже ты заберешься тем больше шанс тебя найти например грибов и ягод побольше именно поэтому это популярно плюс еще то зрелище которое предоставляет оффроуд фестиваль на своей площадке вот там вот на тьме это квинтэссенция и концентрация всего оффроуда который можно посмотреть на трофи рейдах например да когда машины стартуются обычной площадке с обычной дороги и уезжают куда-то в грязь где-то там рубятся в лесах стоят какие-то точки переезжают через такие места ну просто по которым идти страшно они там едут вот практически то же самое только в одном концентрированном месте на берегу тьмы как раз и есть это оффроуд фестиваль в огромные лужи которые ну наверное по пояс человеку машины там должны проехать или отвесная скала но отвесный подъем грязевой через который машина должна проехать я не знаю заберется там человек или нет ну с трудом может быть карабкаясь по этой грязи а машина должна там проехать огромные подъемы через лес и тогда и так далее очень много вот этого всего что вот связано в одном месте где на это можно посмотреть сразу и одним взглядом кайф классно и поэтому зрителям нравится вот эта вот борьба внедорожья человека машины совсем подряд брызги и все таки азарт когда ты смотришь на вот эти машины которые должны проехать с каким-то лимитом времени они должны все это дело достаточно быстро и делают это красиво но вот эту на летящую грязь но вот эту борьбу с землей в общем интересно смотреть и люди поддерживают самая главная награда это аплодисменты конечно же это практически театр узкие подъемы через лес вот смотреть нужно там во многом желательно из автомобиля вот так вот друзья аплодисменты вот такие джипы я люблю в таком концентрированном виде таким в таком специализированном обличье когда они могут практически все залезать и ездить там где люди не могут пройти или проехать они раздвигают пространство довозя помогая довозить нас до каких-то уникальных мест и поэтому я езжу на оффроуд фестиваль уже не первый раз и в этом году надеюсь что это был не последний а около половины автомобилей бегающих по нашим дорогам имеет автоматическую трансмиссию но не каждая машина блещет надежностью коробки автомат а у владельца ремонт такой коробки может вытянуть солидную сумму денег гидротрансформатор работает как центрифуга соответственно по краям лопастей скапливаются продукты износа тех же самых блокировок симптомы могут быть разные от вибрации до плавающих оборотов при разгоне ну и вплоть до остановки мотора при включении драйва сервисный центр гефест на улице 50 лет октября дом 15 а пополнился оборудованием для ремонта наиболее часто ломающиеся детали в а к п п здесь разбирают гидротрансформатор моют его части и потом собирают уже с новыми комплектующими новыми фрикционными накладками подшипниками и демпферными пружинами официальные дилеры рекомендуют замену всего узла стоимость которого может достигать и сотни тысяч рублей тогда как ремонт может обойтись 10 раз дешевле подобные ситуации встречаются и с рулевыми рейками не стоит думать что при нештатной работе рулевого управления нужно менять рулевую рейку целиком в большинстве случаев ее можно отремонтировать для ремонта рейк протачивают вал изготавливают новые втулки подбирают сальники а также здесь исправляют дефекты при эксплуатации автомобилей с карданами мы специализируемся на ремонте карданов имеем оборудование для керняния крестовин и переделки их под стопорные кольца а также имеем балансировочный станок который вмещает узлы до 6 метров то есть для любой коммерческой техники и самое главное напоследок чистота и порядок в инструментах и запчастях это залог профессионального подхода к задачам а значит качественное исполнение на сегодня у меня все смотрите программу гараж ровно через неделю там поговорим о чем-нибудь интересном да да я помню что я как-то заявлял о том что мы поговорим про гоночные жигули наверное в следующей передачке как раз об этом и поговорим но ровно через неделю пока до встречи